Доброе утро. Доброе утро всем. Представь, вот сейчас сижу на кровати. Представь, мне такой сон приснился. Вот как будто бы я в зоне нахожусь. И как будто бы у меня там подружка есть. Сижу, реву, ребят, не показываю себя, потому что прийти не могу ото сна еще. В себя вот. Уже вот с утра я наревелась, представь. Как будто бы у меня там подружка, а я работаю, работаю, работаю. Вот как-то жизнь там идет вот так вот все. Да и тут-то что-то, мне нужно было что-то отдать. Сорочку какую-то, что ли. Я к ней подхожу, кидаю на кровати и ухожу. Она меня догоняет и говорит, ты не оставляй. Я говорю, ну а что ты, я же вечером приду, заберу. Она говорит, так я же освобождаюсь. Вот представь обычный сон, а я реву. потому что знаешь почему? Потому что во сне она была самая близкая мне. Знаешь, я поняла, что я остаюсь опять одна. А потом проснулась и обалдела. Я ж дома. Господи, я дома. О, а вы говорите, еще вообще не отошла от этой зоны, дебиля. Надоел уже. ко мне. Пошлите варить кофе. Хватит реветь. Все, я дома. Дома, видишь? Дома я. Все, я дома. Ой, Господи. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Ну вы уже ко мне ко всякой привыкли, так что я ничего здесь такого не вижу. Абсолютно. Это маска. Я ее сделала. Знаешь, что? Вот сейчас убираюсь, а я что-то пчелю уже, как всегда с утреца. Надо еще и позавтракать с вами, сесть. Еще не завтракала нифига. Сегодня у нас получается третий день поста. И думаю, а когда маску буду делать? Короче, пока убираюсь, я решила сделать маску. Вот такие пироги. Тоже, знаете, вот вроде каждый день убираюсь, а столько, блин, пыли. Пыли, я говорю Никитке, я говорю, этот дом, что, блин, насыпается или что? Я понять не могу, что у нас только пыли здесь. Такая страшненькая, да? Ну ничего, нормально. Это я сейчас, знаешь, что еще включилась? Это почему? Прикол. Короче, кот у меня. Я открываю маску, он подумал, что я открываю ему корм. Представь, как он начал здесь вокруг, вокруг меня бегать, ну это все триндеть. Сейчас я вам наложила, я ему еды. Сейчас вам покажу. Ну, вот, посмотрите. Видишь? Сухое есть не хотим, он мокренький. Видишь, сколько все вокруг валяется? И что считаешь? Убираться надо каждый божий день здесь. Здесь так вот не осна... Вот сейчас все лопает, сидит. А это, посмотри, я с утра себе кофе решила сварить. Посмотри, что наделала. Ужас! Ужас! Чистоплотная Света. Ну, Света вообще... Чудо-юдо рыбаки. Ну, все, мои хорошие. Короче, ладно, все. Начинаю уборку, как всегда, мой замечательный диванчик. Ну, уже я все здесь, пылюху везде все вытерла, осталось. Вот маску одела, сейчас полуночную мыть, да это. Кухню пойду сейчас еще плиту, все отмою. По-хорошему, чтобы было все по-человечею. Здесь вот осталось у меня, где телевизор, полку эту помыть. И все, и побежала. Давайте, увидимся на завтра. Ну, все, мои хорошие. Видишь, порядок навела. Короче, везде все помыла. Вот он, это драгоценный котяра. Невозможный. Спит, устал. Тоже мыл, типа, полы. Короче, везде все помыла. Все сделала. Так что, что хочу вам сказать. Сейчас пошла... Видишь, пастеруха у меня там идет. Сейчас пошла, короче, это... Ополоснуся маленько, да. Сядем, кофе попьем, порассуждаем. Вот отмыла я все-таки эту свою плетучую сегодня натворила с ней. Ужас, конечно, ужас. Страшно, страшное дело. Так, сейчас пойду ополоснусь, и, значит, пойдем... Видишь, на столе что творится тоже. Ну, столик такой вот, ну, нормально. Это здесь сына в основном. Мои-то вот хлебцы. Мои хлебцы, а тут уже это сынули. Все, мой вот медик я себе тоже приобрела. Видишь, такой. Небольшую баночку. Ну, помаленьку. Мне зачем много? Маленько. Ну, все тогда. Сейчас ополаскиваюсь и садимся. Пьем кофе. Конечно, уже ни про какое утро разговора быть не может. Просто пьем кофе, общаемся. Маленько я перекушу, потому что я не обеду, не завтракала, получается. Сейчас я чуть-чуть перезакину, что-нибудь потрящим. Вопрос такой интересный был. Мне задали, мне он понравился. Расскажите о ваших сыновьях. Хоть немножко поговорим о моих детках. Ну что, привет. Вот, наконец-то, я все и сделала. Короче, хотела же с вами тему такую обсудить. Деликантную для меня. Ну, поем, потому что я еще не ела, ребят. Пока здесь я все суетилась, пока делала, вообще не ела. Еще сегодня такой сон мне приснился. Ну, короче, зона меня не покидает. Вот еще снится зона. Представь. Короче, у меня вот гречечку я сделала и баклажановая икра. Не кабачковая, а баклажановая. Прям вот не знаю, попробую, как желудок воспримет. Нет? Прям не знаю, как оно получится. Нет у меня. Ребят, вот огурчик порезала, маленечко еще огурчик себе. И вчера купила хлебушек, так вот он у меня, вот такой, видите? А он, оказывается, внутри с чесночком. Представьте. Ой, вкусный. Невозможно вкусно. Вчера так смеялись. С Никиткой кушать садимся. Ну, и я ему сделала картошечку с курочкой. Ну, как потушила, знаете, так. А у меня гречка. Гречка, значит, я такие вот у меня, знаете, водоросли, покупала такие салатики, водоросли. Потом что там у меня еще было? По-моему, господи, вот водоросли зеленые были. И еще я забыла, блин, в холодильнике стоит еще такой тоже салат. Он не из водорослей, а достало, короче, показать. Вот, вот такие вот водоросли. Ну, вот я вчера уже кушала, короче, это, чука называется, видите? И морская капуста. Морская капуста. Ну, сейчас я не буду это, я на обед хочу картошечки отварить, вот с ними. Ну, и все. И, значит, ну, вот так вот я все поставила, ему там, и он мне такой говорит, ну, вообще-то, я так-то мог бы и тоже без мяса питаться. Я говорю, почему? Он говорит, ну, я тоже хочу вот эти вот водоросли. Я говорю, сына, радость моя, так ты это все кушай. Просто у тебя ко всему все, что у нас есть, добавочно еще, и мясо, и молочко, и маслица, и этот, как, ну, там, сыр, допустим, если есть там, да. Я говорю, просто я это не кушаю. А ты-то, ты все ради Бога кушай. Он говорит, да, я думала, это только тебе. Я так смеялась, мне так смешно было. Думаю, да, бедный малыш, он подумал, что мать себе только все, а ему только картошку с курицей. Я говорю, нет, сына, кушай, мой хороший. Кушай, никого не слушай. Ну, знаете, я еще когда покупала, у меня есть, у меня, знаете, у меня есть, я вот их просто никак не могу сделать, у меня есть котлетки, ну, покупные, правда. Овощные, знаете, что там, из этого, из морковки, и свеклы. Я их как-то на сковородке делала, но теперь попробую в духовке приготовить, ну, как-нибудь. Ну, лежат, они пусть лежат, пока еще больно-то, вы знаете, у меня марочача со сладостями, а сладости для меня это все, это вот самая такая марочача. Ну, я вчера, знаете, что сделала. Короче, ну, вот мы вот такие вот пакетики, знаешь, ну, то, что кисель у меня, он есть, чернослив, этот, как у курага, вот такие вот маленькие, знаете, по акции пакетики вот продаются, но у меня никто, Никитка не ест, а я, вот я туда накидала изюм, и причем, вы знаете, вот его, этот пакетик мне хватает, вот на неделю, это точно, допустим, кураги, пакетик вот этого чернослива, прям надолго, потому что я их не цельные, а я их вот так вот прям режу, вот режу, прям меленько вот так нарезаю, что курагу, что чернослив, все это вот в такую пиалочку, сюда еще добавляю, допустим, изюма, и немножко орехов, вот орешки, и то не цельными, прям вот орешки, а вот так немножко подавлю их, вот знаешь, вот чуть-чуть прям подавлю, и насыпаю, все, там вот прям горсточку, и вот так вот вот сюда насыпаю, и, конечно, этим, вот медик я себе взяла баночку, мне надолго его хватит, все, и вот этот вот, все ложечку чайную, разбултыхало это все, оно чуть-чуть постояло, ну прям вкусно, и я вчера, я вчера себе сделала, ну до такой степени я соскучилась по-сладкому, что я вчера ела, у меня еще осталось, я убрала это все в холодильник, и сегодня в 5, в 5.45 аж встаю рано, сделала себе кофе и доела, и доела, потому что сладость это все, сейчас ничего делать, не стало из сладкого, медик ложечку с кофе, у нас хлеб, ну правда не всегда ты вот так можешь его покушать, если выходить надо, допустим, идти куда-то с чесночком, это вот когда ты дома, ну вкусно, ну короче, знаете, какую тему хотела обсудить, вчера мне один подписчик написал, не ругаться, нет, короче, он мне говорит, расскажи, пожалуйста, о своих сыновьях, вот все, говорит, интересно, вот хочется услышать о твоих сыновьях, ну что я вам могу сказать, ребят, мои сыновья, это самое дорогое, драгоценное, что есть в моей жизни, как я живу, что я творю, я все только делаю ради них, вот поверьте мне, вы понимаете, и кто бы, как бы мне, вы все это в сериале, вы все это узнаете дальше, там все это будет, вы все это поймете, узнаете, почему они мне очень дорого достались, очень, что один, что второй, и, конечно же, для меня это самое, потому что у меня, у меня их забрать, но могут только вот силы, знаешь, власть, вот силы отобрать, что меня, одеть наручники на меня и куда-то меня там отвезти, а так это бесполезно, нет, я очень, ну вот, насчет этого, я, конечно, вообще, можно сказать, немножко свистанутая, даже если вот так вот говорить, ну вот, а что, а куда деваться, вот это вот мои детки, старшие, значит, он у меня телец, по знаку зодиака, он у меня, бык, еще плюс ко всему, в год рожденный быка, а в кабана быка говорю, в кабана думаю, что-то нет, что-то я же ему всегда в детстве говорила, да поросюша ты моя поросюша, всегда он говорит, нет, я тигр, нет, ты не тигр, ты, ну вот услышала, что я лев и тигр, он говорит, это я тигр, я говорю, нет, ты же поросюша, нет, поросюша это ты, ну вот так всегда все, ой господи, как вспомнил, И вот мы, короче, он у меня, конечно же, мальчишка, знаете, вот он такой, он очень сдержанный Он очень сдержанный, он такой, он такой властный сам по себе, он очень умный Что один, что второй, ребят Я, ну, допустим, если за Артема, я, конечно же, понимаю, почему ребенок умный Потому что у него папа, ну, это вы в гороскопе все это, ой, в этом, все это узнаете А, конечно же, за Никитку я иногда прям див удивлюсь, клянусь вам Вот див удивлюсь, а вот ему 15 лет, что вот в кого, я просто даже не понимаю Может, генетически там в кого-то заложено с его стороны Ну, скорее всего, что генетически с моей стороны Вот дед, мои деды, бабки, вот они чересчур были уж такие все умные Конечно же, ну, Тёма, да, мы за Тёму говорим Конечно же, красавец Такой вот он статный, весь такой вот, он любит спорт Он, значит, он пишет музыку Он умеет себя обеспечивать, себя и свою невесту Значит, он, я не буду сейчас вам рассказывать все эти Потому что сын считает, что это его лично И об этом рассказывать не нужно Так что вот поверхностно Это вот, ну, такой вот у меня ребенок Значит, конечно, пока я сидела, мальчишка вставал на ноги Ему было очень сложно, тяжело Если, конечно, Никитка был маленький, да, то к нему там и Оксана бегала Всё, пацану уже было 16 лет Он уже был, ну, он уже слышал, он уже понимал, о чём могут говорить там, да Он уже видел, как его встречают, ну, рады ли ему или нет Ну, короче, пацан, он был вот такой вот, который, он выживал, вот он просто выживал Он старался вообще никому не ходить, понимаете? Вообще старался никому не ходить Ни с кем старался вообще, из родственников, ну, ни с кем старался вообще не общаться Вот он просто выживал сам И когда он немножко на ноги поднялся, он, конечно же, начал помогать мне Представьте? Он начал мне отправлять посылки Вот так вот Это мой старший сын Маленький, это вообще чудо природы Чудо природы, просто я почему вот так вот Я, конечно, о них могу говорить, ребят, очень долго Очень долго Но я это вам говорю поверхностно Поверхностно Маленький, конечно же, в отличие от Артема, он тоже у меня телец Но Только петух еще Он очень такой У него сразу крылья поднимаются Вот он весь вот такой Вот у него мгновенно вот что-то не так Он сразу Все Крылышки поднял свои Все Закудахтал Короче, ну вот такой вот он Такой Но это пока в силу своего возраста Переходного Очень умный, ребят Канал практически ведет он Я вот, знаете, такие Мне дозволено, короче Какие-то там Ну что-то выступает на канале Там, да Что-то там я делаю Сама оформление какое-то могу делать Ну в основном Все, что такое вот Посерьезки Это все делает, конечно, Никита Очень умный мальчик Очень Ну К нему многие кто Вот к нему Обращается очень много кто Вот понимаете Ну через меня получается С кем вот я общаюсь Вот многие Ну знакомые там Открывают там, допустим Или уже у них открыты каналы И вот они много не Не могут До них не доходит Вот что-то там, допустим Они обращаются к Никите То бишь, ну Никита Он довольно-таки Вот здраво Вот такой вот он Он, конечно Как сказать Конечно, он Он считает, что ему это не нужно Он так и говорит Мне не надо это Я почему должен свое личное время На это на все тратить Мне это не надо Ну вот так вот он, понимаешь Но все равно делает Все равно делает Все равно всегда Мы, если честно То с Никиткой Мы еще притираемся Да Мы притираемся Потому что у него Переходный возраст Я все-таки Как ни крути За чье, да С десяткой за плечами Тоже у меня У пацана там может быть Какая-то Что-то там Он, допустим Как-то сказал Я отреагировала Не так, как обычная женщина Обычная мама Понимаешь Я иногда могу так отреагировать Что Мама, не горюй Ну, то бишь Потому что я слышу Иногда слова Совершенно по-другому Я многое Что слышу Совершенно по-другому И мне Конечно же Не хотелось Чтобы Ну Я вот Ну такую реакцию Потом я Успокаиваю себя Ну что Что ты гонишь Это ребенок твой Это твой сын И У тебя Что вообще Перебобинило Ты с чего решила Что Это что Ты на улице С кем-то пообщалась Или Почему он должен С тобой по фене ботать Или Знать всю твою феню Ты что вообще Гонишь что ли Вот я сама себе Это иногда говорю Понимаете Я сама себя Останавливаю Но вот мы еще Притираемся Я еще Не нужна Я ко всему К этому привыкаю Все Видишь Уже даже Не хочется Мне Не буду Спасибочки Я сама себе Говорю Спасибо Я уже наелась Вот огурчик еще Так что Есть хотела Отрезала Аж два куска хлеба Прикинь Я не съем Вот один Доедаю Ну все И вот так вот Мы знаете Мы притираемся Ну я одно Могу сказать Ребят Ну я так Люблю Своих детей Что я даже Объяснить не могу Я Конечно же На многое Смотрю сквозь пальцы Иногда Потому что Ну я знаю От кого я рожала Понимаете Я очень хорошо Я очень хорошо знаю Их отцов Мои дети Не знают Своих отцов А я знаю И отсюда Я прекрасно понимаю Ну и конечно же По-своему Я горжусь Своими детьми Потому что Ну я За их отцов Действительно Очень много Я же Находилась Рядом с ними Я знаю Какие они были А эти еще В тысячу раз Лучше Представь Вот какие были Отцы А эти еще В тысячу раз Лучше Растут Такие они Блин Я просто Ну представь Меня посадили Одному 16 Было А второму 6 Они у меня Чистоплотные Оба Очень чистоплотные Ну есть кого Потому что Для меня Это главная задача Что говорить Вот пусть Хоть кто Насчет этого Меня всяко Можно Но только Не с этим Потому что Для меня Я больной человек По этому поводу У меня Детки Прям насчет этого Они у меня Очень чистенькие Они очень такие Прям вот Вы знаете Вот они Прям вот все Все у них Вот так аккуратненько Вещи Никита Сам свои Все у него Ну у Темы Уже живет У него уже Есть у меня Невестка Да все знаете вы Конечно же Она за ним Ухаживает Она уже Это ну У них идеальная Чистота Невестка Прям вот полностью Вот подобралась Вот прям Вот я вам говорю Вот как мне надо Я ее люблю Так что Вот я не знаю Мне Я не знаю Как свекровки Там вот как это Ну я ее люблю Потому что Это ну Вот ей я доверяю Своего сына Вот правда говорю Вот ей доверяю Бывает такое Что свекровки Ревностно очень Относятся К своим невесткам Нет Вот ей я доверяю Потому что Я очень долго За ней наблюдала Очень долго Очень долго Мы пытались Как-то прижиться Я очень долго Что может быть Что-то мне даже И не нравилось Но я присматривалась И пришло время Когда я поняла Что да Она его сильно любит Она его любит И я теперь На все 100% Уверена Что мой ребенок Всегда С утра Будет сварена каша Потому что он любит С утра кушать кашу Ну он такой Он занимается спортом У него своя диета Он это любит Ну он у меня еще Не привередливый Он молоко Молочное Вообще ничего Практически У него аллергия На это Каша на воде Она ему Вот это вот все варит Значит Никакое Из мясного Он ест только курицу Он Ну вот Курицу Любая И грудка Там И ножки И все Ни свинину Ни говядину Никакое мясо Он больше не ест Только курицу И нюшатину Ну птицу Птицу Я знаю Что она Строго За этим Смотрит Строго Уж когда Она ко мне Приходит Я ее конечно Накармливаю Здесь И свининку И то И все Что Малышка Моя Она почему Она же тоже Ну все равно Как-никак Ну она Она так и говорит Что я Она говорит Я уже так люблю Курицу Привыкла курице Что Мне говорит Уже все равно И вот Она Я точно знаю Что у меня Ребенок Всегда будет Позавтракать Потому что Я знаю Что у меня Ребенок К этому Приученный Завтрак Это завтрак Обед Это обед Ужин Это ужин Ужин Еще может быть То что осталось От обеда Но завтрак Это отдельная пища Это всегда Позавтракали Кашка Или омлетик Или горячие бутербродики Ну не важно Что Не важно Что приготовится На завтрак Обед Это конечно же Обед Первое Второе Там что-то Я знаю Что она Это делает Понимаете Она это делает Я за этим Очень долго Наблюдала Для меня Это было Очень важно Чтобы она Вот Всегда у ней Все готово Всегда все на плите Все есть Все готово Она умничка Тема всегда постирает Вот он приходит Я всегда его Обсматриваю С ног до головы Но никто это не знает Конечно А я же Как же Я его обсматриваю С ног до головы Я на носочки смотрю Чтобы носочки были чистенькие Чтобы не было дырочек Чтобы вот он у меня Весь прям был Все Я всегда Вот его я Обнимаю Вот целую Я нюху Как от него пахнет Что вот он у меня Вкусно пахнет Что она строго За этим следит Она У него всегда Все есть Туалетная вода Там Для бритья После бритья Все это Ну знаешь Ну короче Я довольна Я знаю Что мой сын Находится Ну в добрых В любящих руках Вот это я точно знаю Из-за этого я ей всегда говорю За то что ты любишь Моего сына Я безумно буду любить тебя Вот лишь только из-за этого Я безумно буду любить тебя Потому что ты любишь Моего сына Это дорого стоит А малыш Конечно он еще В том возрасте Находится Когда все бабы дурят Пока еще так Пока он считает Что нет Никогда Он говорит Я никогда не женюсь Нет Что зачем мне это надо Нет Тема у меня тоже В таком возрасте была Так что вот так Мои хорошие Дети Я кайфую ребят От своих детей И конечно же Для меня всегда В жизни были Самое главное Это были мои дети Всегда Бывает Ну Сейчас я знаю Многие женщины скажут Для меня там тоже Там для меня Но я знаю Такие семьи Где На первом месте Стоит мужчина Понимаешь Как бы я не относилась К мужчине Как бы я бы Ну Какие бы чувства У меня не были Но я не любила Я вам сразу говорю У меня чувства любви Не было У меня была симпатия У меня была привязанность Но любви Вот чтобы То бишь Ну Мне было легко Всегда Закрыл человек двери И У меня как будто бы Как и не было Понимаешь Ну Ушел Ушел Ну пришел И пришел Вот как ты вот знаешь Вот так вот Ну если сын у меня На пять минут Хотя бы задержался Все Вот здесь Марачача Начинается полная Полная Начинается Марачача И естественно Всегда Вот если Влада уже не стало Да А Серега Он всегда это знал Он четко Он даже в сторону Артема Ну Вот он разговаривает Не дай бог Интонацию Я услышу Что он голос повысил Не дай бог Все И он всегда Это знал И он всегда Он уже у меня По взгляду Вот уже По взгляду Даже всегда Понимал Он говорит Да ты че Как коршун Я Вот Один на один Не при Артеме Конечно Один говорит А ты че Я с Артемом Разговариваю Ты че Как коршун На меня смотришь Ты че Гонишь что ли Я просто С ним общаюсь Я говорю Серега Вот у меня Просто К тебе Единственная просьба Можешь Ты с ним Не будешь Общаться Вообще Он говорит Почему Я говорю Ну не знаю Не знаю Понимаете Я вот своего рода Была как то это Но Конечно же У меня вот это Вот заскоки Эти проходили Конечно же Они общались Конечно же Ну и Артем С ним общался И Ну как Серега С ним общался Ну я всегда была На стороже Там как только Вот где-то Допустим Он как-то там С ним что-то там Зашел в его комнату Там Ну что-то там Допустим Ну разговаривает Там посмотреть Что там он делает Или что Я тут как тут Блядь Ой Простите Я тут как тут Я не Ну не знаю Ну вот такая вот Понимаете Мне не надо Вот Я всегда ему говорила Груоте какая Вот вообще Серый Ну Мы с тобой Не собираемся Там Что-то там У нас с тобой Какие-то планы Глобальные Не строим Да И мне бы хотелось Чтобы ты Ну не надо Не надо У ребенка Ребенок знает Что его папа Не стало Когда он родился Я не хочу Чтобы он вообще Даже вот какие-то У него были Ну Не надо Я не хочу Чтобы ты вот с ним Чересчур Так прям вот Ну Ты пытаешься Таким образом Что ты Располагаешь Его к себе Ты Что Я на это По-другому Смотреть буду Нет Мне этого Не надо Сергей Вот мы С тобой Общаемся Общаемся Пацан Это Это мое Все С пацаном Только я Общаюсь Больше никто Никто Никогда С ним Не будет Только я Так что Так что И Когда Родился Никита Причем Позиция Была Та же Самая Селега Может быть Отсюда Сейчас И Вот так Вот все Это происходит Что он Не общается С Никитой Потому что Знает Какая Долбоящер Потому что Я ему Сразу Я только Как родила Я ему Сразу Сказала Это Мой Сын И Не Сметь Не Сметь Вообще Близко И Вообще Хоть Когда Нибудь Хоть Когда Что-то Поделить Особенно Детей Ни В коем Случа Не Дай Бог Хоть Когда Нибудь Ты Мне Скажешь Что Там У тебя Там Какое-то Реалное Желание Что Никакой Дележки Сын Это Мой Сын Все Ты Знаешь Что у тебя И сын И на этом Гоп Стоп Это Мой Ребенок Мой Может быть Я сейчас Для вас Открылась Совершенно С другой Стороны И Каждый Из вас Сейчас Подумает Что я Ну Это Моя Позиция Ребята Я Ничего С этим Не Могу Поделать Я Одно Могу Сказать Что Таких Как Я Много Я Не Одна Такая Ну А Что Теперь Сделаешь Я Львица Я По Гороскопу Львица Оно Так И Происходит Что Мужская Осыпь Мне нужна Лишь Только Для Того Чтобы Появилось Потомство У меня Появилось Потомство Больше Мне Ничего Не Надо Понимаете Вот Так Так Что Не Судите Меня Я Чересчур Перед Вами Открылась Не Для Того Чтобы Вы Сейчас Меня Начали Судить Какая Я Долбанутая Не Надо Я Так И Дети Для Меня Это Самое Святое Дорогое Что Есть На Этой Планете Земля Были Есть И Будут Всегда И Я Землю Буду Грызть Чтобы Они Были счастливы Я Живу Ради них Так Что Вот Так Мои Хорошие Я Хочу Чтобы Вы Тоже Были Счастливы И Чтобы Тоже У Вас Все Было Замечательно И Чтобы У Каждого Была Своя Икона Жизни У Меня Вот Она Так Я Вот Так Смотрю На Жизнь А Вы Смотрите По Своему И Ни В Коем Случ Никому Я Не Пытаюсь Навязать Этими Мыслями Чтобы Вы Немножко Больше Обо Мне Узнавали Кто Я Какая Я Понимаете Так Что Не Судите Меня А Детки Это Драгоценные Мои Детки Это Я С каждым Мгновением С каждым Разочком С каждым Денечком С каждым Вот Что-то Новое Появилось У них В очертании Или Там Или Еще Что-то Я Наслаждаюсь Ведь Только Я Вижу Насколько Они Похожи На Своих Отцов Только Это Я Вижу Я Восхищаюсь Вот Этим Перерождением Понимаете Просто Восхищаюсь Что-то Там У него Пальчик Или Там Что-то У него Появилось Он Там Смотрит Ой А что-то Говорит У меня Здесь Бровь Срастается Потому Что Мне Хочется Сказать Потому Что У твоего Отца Были Срочатся И они У тебя Будут Срастаться Малыш Ты мой Ненаглядный Так что Вот так Вот Ну это Это Я наверное Может быть Рождена Для того Чтобы 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 Вот Так У меня Было В моей Жизни Что Вот Просто Я Переродила Вот Этих Мальчишек Просто Переродила На этот Белый Свет Просто Переродила И все Вот что-то Они Не закончили Вот что-то Они Ну Конечно же У Никиты Еще Папа Жив Здоров И дай бог Чтобы Жил Дальше Даже Мысли Хмить Не может Я Сергею Очень Благодарна За Сына Я Ему Безумно Благодарна И Никогда Плохого В жизни Я Не скажу И Никите Я всегда Говорю Что Отец У тебя Замечательный Конечно Все что Я как женщина Могу Говорить Там Покрывать Его Трех Каким-то Там матом И тому Подобное Это чисто Мое Женское На это Сына Даже Внимания Не обращай Отец У тебя Замечательный По-своему Но Чисто Как мужчина Он по-своему Замечательный Так что И ни в коем случае Я не хочу Чтобы ты Как-то там О нем Что-то Как-то там Менял Нет Я Конечно же А то что я Как женщина Себя по отношению Веду И что Я там могу Никитка заболела Там Не дай бог Что-нибудь Ну бывает такое Никитка заболела Кто у меня В этом виноват Ну кто у меня Может в этом Быть виноват Вы не знаете А я знаю А я знаю Он в этом Во всем виноват И я его здесь Начинаю костерить Козлина Ты поганая И все Чего только Я здесь не соберу Все Вот все Соберу Все Никита выходит На кухню Говорит Мам Так при чем Здесь он Я не пойму Потому что Он в этом виноват Потому что Он виноват Что ты у меня Заболел Все И он козлина Будет нести За это За все У меня ответ Вот за все Понимаешь Вот он бедный Там беды Не чуешь Спокойно живет Спокойно существует Но оказывается Он у меня здесь Еще И виноват Во всем Ну вот так бывает Ну а что сделаешь Я ему всегда говорила Держись от меня подальше Держися Вот чтобы не быть Ни в чем виноватым Держись просто От меня подальше Вот старайся Обходи меня Прям за километр стороной Вот чтобы вот так Вот оно было Ну не получается Ну не получается Потому что я вижу Прям вот он Перерождается На моих глазах Представь И конечно же Иногда бывает Если я прям сильно увижу Что Никита на него Допустим похож У меня вообще Прям паника начинает Я его вообще Костерить начинаю Ах ты козлина Ты еще И пацан сейчас На тебя будет похож Да это что Да ты не дай бог Мне сейчас попадешься Только Ты что гонишь что ли Мой ребенок На тебя похож Ну вот такая вот Ребят Так что ну конечно Тема Тема Это вообще Прям копия отец Это прям копия отец Ой это вообще Да один что второй Ну короче ладно Мои хорошие Вот такая у нас была беседа За моих деток Короче просто для себя Знаете что я их безумно люблю Один Самостоятельный уже мальчик Второй у меня учится Учится Сдают Скоро у нас экзамены будет Он хорошо к этому делу подходит Вот они у них были пробники Вдвоем они только в классе Значит ответили на отлично Так что пацан у меня умный Ты 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 Слава богу И Тема у меня был тоже такой же Я вообще никогда их на дневники не смотрела Так что вот так вот Всех люблю Всех целую И сегодня мы еще будем с вами Обзор Мне пришла посылка Понятно вам? Вообще Сейчас побежала Все давайте Вот сейчас только я об этом узнаю Все пока